С сегодняшнего дня многофункциональные центры заработали в прежнем режиме, а вот ждут ли нас какие-то нововведения, узнаем прямо сейчас. Теперь получать госуслуги можно будет как и раньше. Подойти на стойку к специалистам, получить консультацию о собранном пакете документов, взять заветный талон электронной очереди, дождаться приглашения в окно и оформить документы. При этом во всех филиалах МФЦ сохраняются требования эпид безопасности, социальная дистанция, средства защиты и своя ручка для заполнения заявлений. Зашла вообще честно записаться для приема. Ну, тут девочки сказали, что с сегодняшнего дня можно это сделать в порядке живой очереди. Очень даже удобно оказалось. Все комфортно, все хорошо? Ну да, так удобнее мне. Мне, во всяком случае, приехать из Половодова здесь очень удобно сделать в живой очереди, чем вот как регистрироваться, записываться. Ну, как бы да, так удобнее. К уже традиционным услугам МФЦ, таким как выдача замена паспорта, кадастровый учет и регистрация прав, теперь добавились и новые. Многие услуги сейчас в МФЦ можно получить в электронном виде. Это означает то, что при одном посещении сразу же заявитель наш может получить услугу. Например, услуги фонда капитального ремонта. Начали мы сейчас выдавать сведения о трудовой деятельности востребованного услуга. И еще одно нововведение. Сейчас во всех фериалах МФЦ можно зарегистрировать недвижимость, которая находится в любом регионе Российской Федерации. То есть услуги Росреестра мы предоставляем по экстерриториальному признаку. Однако тем, кто старше 65 лет с визитом в МФЦ, лучше повременить и решить свой вопрос дистанционно. Услуги можно получить с помощью единого портала госуслуг, доступного круглосуточно и ежедневно. Если же есть вопросы о работе МФЦ, то можно позвонить по телефону контактного центра, который вы видите на экране. Напоминали о прежнем и выясняли о новом. Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и телекомпания Соль-ТВ.